Музыка Серьезная подготовка к летней оздоровительной кампании ведется в Саянске с начала года. В ней задействованы организации Министерства социального развития населения образования Иркутской области, Роспотребнадзора, МВД. Цель работы в первую очередь безопасная и полезная для детей и подростков летние каникулы, а также помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году, к примеру, в Саянске путевками в летние оздоровительные лагеря были обеспечены 450 детей работающих родителей. Были выделены и 197 бесплатных путевок для детей из многодетных семей, опекаемых, одиноких родителей и детей из малообеспеченных семей. На оздоровление на 2018 год в министерстве была подана в сентябре месяце заявка на 472 путевки для работающих родителей и на 210 путевок для детей из многодетных семей, опекаемых, малообеспеченных, неполных семей. Бесплатные, то есть бесплатные путевки. Но заявка подана была для работающих родителей, это санаторий «Восток-Улан», «Кедр», «Сосновая горка», «Вдол» — это «Лукоморье», «Звездные», «Голубые ели», «Училище Олимпийского резерва». А на бесплатные путевки для малообеспеченных, неполных, опекаемых семей, многодетных подана заявка «Восток-Улан», «Долг войны», «Юность» и «Надежда». Путевки только по Иркутской области. В те годы мы заказывали в разные учреждения, в Металлург заказывали, родители не хотят туда отправлять детей, то что это далеко возить, это до Иркутска, потом до Шелихова, в этом году туда путевочки не заказывали. Самым востребованным для отдыха детей, по информации специалистов отделения помощи семье с детям, комплексного центра социального обслуживания населения Саянска, в настоящее время является санаторий «Кедр». Очень хорошо поработали в этом году администрации, руководители, кто отвечает за оздоровление детей, это птицефабрика, химпласт подали все документы, ТЭЦ подали документы, то есть вот поэтому такая численность большая. В настоящее время принято 430 заявлений от работающих родителей и 103 заявления от семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но свободные для приобретения путевки в наличии еще имеются. На Сосновую горку пришла предварительная разнарядка отдых 21 день, стоимость путевки 20 577 рублей 90 копеек. От этой суммы родители оплачивают 20% 4 115 рублей 58 копеек. И пришла разнарядка на голубые ели. В голубых елях в этом году 21 день дети будут отдыхать. Стоимость путевки 15 626 52, родители будут доплачивать 3 125 рублей 30 копеек. Но в каждом учреждении есть еще дополнительные услуги, то есть по организацию досуговой деятельности детей. Поэтому каждое учреждение будет предлагать родителям доплату за вот эти развлекательные мероприятия. Специалисты отделения помощи семье и детям комплексного центра социального обслуживания населения Саянска приглашают родителей подать документы на получение путевок, на отдых и оздоровление детей. Документы принимаются по адресу микрорайон Юбилейный, дом 17. Работающим родителям справку с места работы, заверенную отдел кадром, что он работает по сегодняшний день, справку с детской поликлиники, что ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении или у ребенка нет противопоказаний в детские оздоровительные лагеря. Копию паспорта родителей с пропиской и копию документов ребенка. На бесплатные путевки многодетные семьи предоставляют справку о том, что семья многодетная и все документы также из поликлиники детской предоставляют, и копии документов. Неполная семья, что неполная семья. Опекунская семья предоставляет свидетельство, что они являются опекунами, или приемной семьей. И малообеспеченная предоставляет, что у них малый доход документов. В прошлом году, по статистике городской администрации, за три летних месяца организованным отдыхом и оздоровлением в Саянске было охвачено 7 093 ребенка. В целом, из всех уровней бюджета на проведение летней кампании было израсходовано почти 17 миллионов 850 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова